Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На острове любви, как и обещал Андрей Черкасов, появился изолятор – железная клетка для злостных нарушителей дисциплины. Первыми в клетку угодили Алексей Чайчиц и Лиза Триандафелиди, которые недавно объявили себя парой. На проект к Маше Кахно пришел новенький участник Дмитрий. Он понравился Маше. Мария считает, что несмотря на его 22 года, он зрелый мужчина и готов к серьезным отношениям. Он делает девушке приятные сюрпризы, она с удовольствием общается с ним целыми днями. Дмитрий по профессии повар, он занимается спортом, мотогонками и боксом. «В этом мы схожи», – пишет Кахно. «Я тоже люблю эмоции и экстрим. Еще мы похожи в том, что оба пережили измены, и поэтому боимся сделать друг другу больно». Юлиана Богомолова перед уходом с проекта оставила Никите Шалюкову записку с признанием в любви. «Меня это никак не задело», – пишет Шалюков. «Я тверд и категоричен в своих решениях. Чувства перегорают. Так случилось и со мной». В сети появились слухи, что Марина Тристановна Абрамсон покинула проект на голосовании. Судя по ее посту в Инстаграм, это действительно так. «Будете ли вы рады, если я уйду с проекта через неделю?» Ваня Барзиков, недавно расставшись с Лизой Полыгаловой, уже нашел девушке замену. Большая часть поклонников убеждена, что, как и Лиза, очередная избранница Барзикова не блещет красотой и совершенно ему не подходит. «С красавицей Ириной Пинчук никто не сравнится», – пишут ему. В нее он был по-настоящему влюблен. А Лиза Полыгалова закончила обучение и стала тренером по фитнесу и бодибилдингу. Также она занимается английским в языковой школе. У бывшей участницы проекта Вики Берниковой снова серьезные проблемы с бывшим мужем. Леонид Плащинский был задержан с огнестрельным оружием на улице Ханапы за попытку убить Берникову. Теперь мужчину ждет суд и несколько лет лишения свободы. «Я жива и в порядке», – пишет Вика. «У меня не было доступа к моему телефону и к аккаунтам, поскольку они находились, сами понимаете, у кого. Но все закончилось хорошо». Пользователи соцсетей сравнили два снимка Ольги Бузовой и не поверили, что она могла так измениться всего за какие-то два года. Такое впечатление, что на фотографиях совершенно разные люди. Маша Круглыхина, бывшая супруга Сергея Павловича Адоевцева, во второй раз вышла замуж. Поздравляем Машу от души и желаем ей счастья с новым избранником. Похоже, что Катя Колесниченко и Алексея Панина связывают не только деловые отношения. Как вы помните, Катя собирается сниматься в его клипе. Алексей оставил недвусмысленные комментарии под одним из снимков Кати. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok